доброе утро день номер 4 23 декабря сегодня солнечная суббота кажется солнечная суббота сегодня нам обещают 17 градусов тепла мы едем по магазинам потому что мне нужно купить какой-то символический рождественский подарок серджио еще не расчесывал сегодня какой-то может быть даже символический подарок остальной его семье и нам нужно забрать из магазинов еду которые заказала его мама в общем сегодня будет такой день разъездов шоппинга посмотрим что получится по крайней мере и сегодня в отличие от вчерашнего дня никто не может отлынивать от поездки потому что если не сегодня то когда завтра уже как бы сочельник день перед рождеством и уже особенно не наверстаж упущенная поэтому добро пожаловать день номер четыре посмотрим что он нам сегодня привезет я привить при принесет на скорее так и я надеюсь что вам все еще нравится мои влоги на проверка погоды погода просто отличная если я сейчас была у нас великобритании в эфсе то я бы так на улице бы и пошла просто футболка вегинсы можно было бы и покороче надеть футболка вегинсы можно было бы и так далее и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Вы не представляете, впервые, наверное, лет за 8, а то и 10, а то и больше. Мне кто-то крикнул, чао, Белла, не знаю даже, как реагируешь на такое, я уже как-то отвыкла от внимания, а тут в Италии не стесняются особенно его выражать, особенно когда знают, что ты, скорее всего, ну, никак не отреагируешь, может быть, посмотришь это так, чисто как спорт, что это, кстати. Гуляешь, смотришь телефон, ищешь что записаться, потом понимаешь вообще какую-то нереальность его происходящего, потому что это же вообще, это же, ну, просто удивительное что-то, что-то просто абсолютно удивительное. А потом вспоминаю, что еще рождество по всему. Я в прошлый раз спрашивала, что это значит, когда здесь была, и каково же было мое удивление узнать, что вот эти вот шарики на каждый... Ну-ну, давай-давай-давай, приезжай. Это для того, чтобы привязывать свою лошадь, чтобы она не ушла. Представляете, какие старые эти дома? Тут реально около каждой двери до сих пор осталась такая штуковина из того, чтобы свою лошадь или осла закрепить. Я ищу подарки в последнюю минуту. Смотрела такие футболки, мне кажется, смешные для Андрея или Серджи купить 20 евро за футболку. Нет, спасибо. Удачи! Продолжение следует... Пишут свой секунд ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Открыт только рождественский базар, пиццерии, джелатерии, места, где продают мороженое, бары, а магазины закрыты. И у меня такое ощущение, что итальянцы уже закрылись на Рождество, что уже всё, кто не успел, тот опоздал. Поэтому либо мне нужно купить подарок съедобный, либо купить что-то в аптеке. Я не знаю, что делать. Заранее я ничего купить не могла, потому что ехала с одним рюкзаком. Я просто на две недели и так я с тобой ничего не взяла. Такой минимализм по полной программе. А сейчас не знаю, что делать. Ну вот, уже темнеет потихоньку. На самом деле это я ступила. Всё тут работает, просто во время обеда закрывается до где-то полпятого, а потом снова открывается. Ну, по крайней мере, я так поняла. Потому что сейчас как раз полпятого темнеет, и магазины потихоньку открываются. Ну что, ещё один заход по магазинам. Пожелайте мне удачи. Идёшь-идёшь по улице магазина, а тут оп, такая красота. Идём дальше. Я уже здесь третий раз, наверное, прохожу. Честно говоря, я уже некоторых людей узнаю, которые тоже так кругами ходят, как и я. Так, сейчас я иду в магазин косметики, который называется Кико Милану. И я себе поставила задачу купить там подарки всем. Серджио, его брату и их маме. Не знаю, как у меня это получится. Ну, посмотрим. У меня прогресс. Так, кажется, куда-то не туда зашла. Как только магазины снова открываются, город оживляется. Как только магазины, которые любят им, чтобы купить там. Как и Я пока что так поздно домой не возвращалась, но зато моя миссия наконец-то выполнена. И еще только 5 часов вечера, если что, ну конечно темнеет зимой рано везде, вчера, кстати, 22 декабря был, как же это называется, день, ну в общем, когда ночь была самая длинная, день самый короткий, это значит, что начиная с сегодняшнего дня, день становится все длиннее, а ночь все короче, так что дело близится к весне. А вообще, я купила, наверное, каждому по одному подарку. И мне кажется, чем меньше подарков, тем они ценнее. Если вам подарят 10 подарков, то вы как-то будете так их перебирать, а тут лучше, а тут хуже, а это не больше, а это меньше. А если вам понравится, подарят один, то все, все, у вас один подарок, это делает его особенным. Ну вот на это я и рассчитываю. Ну что, давайте покажу, что я купила маме Серджио. Ей 81 год, но она постоянно я, каждый раз, по крайней мере, как я приезжаю. Сейчас уберем эти чеки. У нее накрашены ногти. И я решила сделать ей такой ногтевой подарок. У нее обычно какой-то такой светлый маникюр. Наверное, это потому, что когда он скалывается, меньше видно. Когда темный лак, то уже, когда скоится, сразу, сразу понятно, сразу всем все ясно. Поэтому я решила, так сказать, учесть ее предпочтение. Я купила два таких лака. Как-то плохо видно в этом свете, но если слева он такой больше как розоватый, то вот этот больше он такой бежево-золотого цвета. Реально, на камере практически не видно разницы, но она есть. Дальше вот такой вот супербыстрый, типа, ацетон как-то, средство для снятия лака, потому что я не люблю красить ногти, потому что, во-первых, они долго сохнут, а во-вторых, их потом нужно снимать. Я ленюсь. Поэтому хороший ацетон, это что-то, что меня мотивирует красить ногти чаще, потому что я знаю, что мне не нужно будет его еще 10 минут оттирать. Вот такая пилочка и крем для рук, потому что она постоянно что-то моет. Я сама страдаю без крема для рук, я его не брала с собой, и у меня руки сохнут ужасно. Но вот себе не купила почему-то. Так, такой подарок. Дальше для Серджи и его брата это, конечно, было тяжело, потому что я не собиралась много тратить. Мы решили с Серджио друг с другом, что этот отпуск уже и так достаточно дорогой, чтобы еще много денег тратить на подарки. Ну и тем более у нас нет багажа, чтобы куда-то что-то складывать, поэтому я надеюсь, что что-то влезет. Такие, в общем, пижамные штаны. Серджио и его брату, не знаю, может, они захотят поменяться. Вообще, они оба девы, так что представляете, как сложно им покупать подарки. Я сама дева, но я более такая лайтовая версия. Не знаю, понравится им или нет. Но, по крайней мере, вещь вроде бы в хозяйстве полезная. Ходить дома. Они постоянно дома. Постоянно дома. Поэтому пусть носят мои пижамные штаны. На этом буду заканчивать свой влог. Надеюсь, что он не получился слишком длинный. Надеюсь, что он был со мной сегодня интересен. Завтра уже сочельник. Наверное, у нас куда-то... У меня руки красные. Надеюсь, нас позовут, может быть, в гости, потому что я никого из семьи еще не видела, кроме одного дяди, который пришел в самый первый день и вообще не ожидал нас увидеть. На это все. Надеюсь, что ваше приготовление к Рождеству и Новому году проходит в каком-то таком возвышенном чувстве при ближайшем все праздника. У вас либо есть четкие планы, либо вы абсолютно комфортно чувствуете себя просто go with the flow. Как выйдет, так выйдет. Главное настроение, всегда главное настроение, потому что expectation, ожидание нужно всегда-всегда держать очень-очень-очень низко. Это такой закон счастья, который вывел, кстати, Стивен Хокинг. Так что я это не придумаю. Субтитры сделал DimaTorzok